МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в выпуске. Рынок пошатнется, как скажется новый закон на работе микрофинансовых организаций. Марокко ждет, куда стоит поехать в этом году. И люди победили роботов. Живые сотрудники оказались выгоднее машин. Подробности прямо сейчас в студии работает Мария Черешнева. Здравствуйте. Ужесточение, которое повысит спрос 28 января, вступил в силу новый закон. Он напрямую коснется микрофинансовых организаций. В документе прописаны проценты по потребительскому займу, ограничения ежедневной процентной ставки и новые запреты. Пока сложно предсказать, как именно, но перемены скажутся на рынке микрофинансового кредитования. Мы понимаем, что эти новшества не будут восприняты позитивно всеми абсолютно участниками рынка микрофинансирования. И тем не менее, Банк России осознает всю важность этих мер, которые вводятся в защиту заемщиков. Поэтому многим микрофинансовым организациям на сегодняшний день придется пересмотреть свою политику в отношении оценки платежеспособности заемщиков, пересмотреть свою продуктовую линейку и, соответственно, переоценить свою бизнес-буду. Сегодня микрофинансовый рынок в регионе активно развивается. За минувший год прибавка по их числу и по сумме выданных займов почти в половину. Теперь деятельность их будут контролировать жестче. Новый закон подразумевает запрет на переуступку долга кому-либо, кроме профессиональных взыскателей. Ограничения ежедневной процентной ставки составят полтора процента в день. А штрафы и дополнительные платежи по потребительскому займу должны быть не выше, чем в два с половиной раза. Отдельного внимания заслуживают организации, выдающие небольшие кредиты онлайн. Мы рекомендовали дополнительно проверять личность заемщиков, которые обращаются за онлайн-займами. В частности, мы рекомендуем запрашивать сканированные копии паспортов, которые будут заверены нотариально, либо заверены собственноручно. В 2019 году туристов ждут Марокко и Мексика. Эксперты портала, посвященного путешествиям по всему миру, опубликовали списки из 10 городов, вошедших в число лучших направлений. Лидером стал Копенгаген, столица Дании. Едва ли привлечет больше туристов, чем Париж или Рим, но именно этим городом эксперты называют город Мастси, то есть который нужно увидеть. Второе место у китайского мегаполиса Чэньчжэнь. Это альтернатива душному Пекину, в тройке и сербский город на берегу Дуная Новый Сад. Четвертое место у Майами. В десятке также Мексика, Сиэтл и Меккенс, старинный город в Марокко. Экспорт российской сельхозтехники поднялся на 40% за прошлый год. Поставки таким образом выросли до 11 миллиардов рублей. Сегодня российские комбайны занимают порядка 15% глобального рынка, тракторы четверть. Эксперты утверждают, что это не предел. Темпы экспорта сельхозтехники будут расти и дальше, к 2024 году, в 2,5 раза. Растет и экспорт зерна. ВВП России по оценке Минэкономразвития в прошлом году вырос на 2%. Такие данные озвучил накануне министр экономического развития Максим Орешкин. Цитирую. В целом, тренд, который мы прогнозировали, он будет похуже 2018 года. Да, экономический рост не будет 2%, как в прошлом году, но во втором полугодии мы опять выйдем на темпы роста близкие к 2%. И напоследок, в японской гостинице роботов уволили в пользу людей. Отель обслуживали преимущественно машины, и вскоре владельцы поняли, что это затратно и ненадежно. Андроиды регулярно ошибались, выходили из строя, а главное, совершенно не могли найти общий язык с постояльцами. Например, один робот-помощник в номере принимал храп хозяина за команду и настойчиво просил повторить ее. А на этом у меня все. До встречи. Смотрите эфир и архив записей телеканала ОТС в сервисе Перст-ТВ.